Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет сегодня в выпуске. Всем спасибо! Все свободны! Как массовая амнистия отразилась на криминогенной обстановке в области? Отопительный сезон. Почему в некоторых домах Самары до сих пор нет тепла? И экологическая катастрофа районного масштаба. В какие колокола бить, чтобы решить проблему? Амнистия осужденных, приуроченная к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, подходит к завершению. А тех, кто освободился и тех, кто остался за решеткой, далее в нашем сюжете. Полгода, отведенные на амнистию, истекают 24 октября. Список тех, кого государство освободило от наказания, довольно велик. Если кратко, это лица, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, и имеющие заслуги перед страной. Чернобыльцы, ветераны афганской и чеченской компаний, плюс беременные женщины с маленькими детьми, несовершеннолетние, инвалиды и люди преклонных лет. По информации начальника ГУФСИН по Самарской области Рамиза Алмазова, у нас все, кто подходил под эти категории и не имел скрытых судимостей, уже вышли по амнистии. Правда, далеко не все из них вышли из мест лишения свободы. Амнистия у нас в этом году ушло с мест лишения свободы. И с уголовной исполнительной инспекции в общей сложности 3745 человек. И с мест лишения свободы ушло 337 человек. То есть, кто такое уголовная исполнительная инспекция? Это те осужденные, которые судом осуждены без лишения свободы. Так вот, у нас больше всего попала именно эта категория. Тех, кто знаком с историей российских амнистий, естественно, волнуют последствия. В 1953 году, например, после так называемой Бериевской амнистии, на свободу вышло более 1 миллиона 200 тысяч человек. Сколько среди них было уголовников, сейчас сказать трудно. Но уровень преступности тогда подскочил заметно. Нынешняя амнистия, конечно, не столь масштабная. Да и большинство из тех, с кого сняли наказание, находились вне исправительных учреждений. Они и так находились среди нас. Они не были лишены свободы. Непосредственно из учреждений ушло 350 человек. Они в основном впервые совершившие преступления. В основном. Будем надеяться, что они поняли, что так нельзя делать. Конкретно преступность увеличилась или нет, но я думаю, мы не сможем сказать раньше, чем через полгода. Иными словами, число заключенных в тюрьмах и колониях Самарской области после амнистии изменилось незначительно. Как было, так и осталось около 15 тысяч человек. И их дорога к свободе, как это принято в российских исправительных учреждениях, лежит через труд. Сами себя обслуживают, зарабатывают деньги на свое содержание. Еще и на небольшие личные радости остается. По итогам 9 месяцев этого года средняя зарплата заключенных в Самарской области самая высокая по стране. Около 300 рублей в день. После всех вычетов на карточках остается примерно 2500-3000. На эти деньги можно отовариться в тюремном магазине. Банально все просто. То есть какие-то там чай, может быть где-то сигареты, конфеты. Покушать, так скажем. Сфера занятости заключенных сегодня достаточно широка. Можно даже выбирать, где и кем работать. Артему Даниулову повезло. В колонии неожиданно пригодился его шестилетний опыт производства пластиковых окон. Технология до банальности проста. То есть обычный поворотно-откидная система окон ПВХ. То есть то же самое, что делают на свободе. То же самое делаем и здесь. Занимался им, а здесь я просто не теряю квалификацию. Потому что по выходу и освобождению я планирую, может быть, дальше зарабатывать как-то этим и жить. То есть работая, занимаясь данным монтажом и сборкой. Пластиковые окна шестая колония производит для учреждений системы исполнения наказаний. То есть по заказу внутреннему. Но есть и внешние. Схема простая. Колония предоставляет коммерческим фирмам цеховые площади и рабочие руки. А предприниматели, в свою очередь, завозят оборудование и оплачивают труд и аренду. Мало кто знает, что самарские новостройки стоят на бетонных фундаментах, изготовленных руками заключенных. Основная продукция, которая производилась с весны текущего года, это были фундаментные блоки, которые основной поток ушел с постройки Кошелева в Петро-Дубраве. Сейчас основное производство – это перемычки. Пока они отвозятся по городу Самара, в зависимости от заказов. Кроме железобетонных конструкций и пластиковых окон, производят здесь резинотехнические изделия. Автомобильные брызговики, гидроизоляцию, жидкость незамерзайку, брикеты евротоплива и даже мыло и чистящий порошок. Возможность зарабатывать деньги – это хороший стимул для заключенных. К тому же за работой время идет быстрее. Но все, естественно, не так просто. Это колония строгого режима, где осужденные, которые уже не первый раз добывают с рук. Здесь так называемых первоходов нет. За что люди осуждены? Здесь статей много. Это убийцы, это наркотики, это воры. Многие хотят работать, потому что хотят зарабатывать деньги, но выдерживают немногие. Не все привыкшие к труду, таскать носилки, мешать цементу и так далее. А вот многие идут и через какой-то промежуток времени просто начинают бездельничать. Нам приходится их увольнять с работы. В первую очередь сейчас идет трудоустройство. Мы трудоустроим исковиков, которые имеют исполнительные листы. Потом тех, кому с воли передачки некому, тоже таких устраиваем. У которых нет ни семей нет, ни родственников нет. У некоторых есть, которые отказались от них. Чтобы как-то их поддержать нужно было. Тюремное производство рентабельно. За 9 месяцев этого года заключенные Самарской области выполнили контрактов на 379 миллионов рублей. Это, конечно, не покрывает всех расходов колоний, однако помогает исправительным учреждениям сводить концы с концами, поддерживать оборудование в рабочем состоянии и повышать зарплату заключенным. Холодает для коммунальных служб города сейчас самое горячее время. И по мнению самарцев и по официальным сводкам, в этом году подключение домов к теплу шло гораздо быстрее, чем, скажем, прошлой осенью. А к каким еще аспектам подготовки к зиме в этом году повышенное внимание городских властей? В 10 утра и в 4 вечера сводки о подключении домов к теплу поступают в Самарский департамент ЖКХ дважды в день. И в этом году процесс объективно идет быстрее, чем прежде. Многие самарцы не успели даже расчехлить привычные для этого времени года электрокамины и обогреватели. Если вы помните, отопительный сезон начался у нас 8 числа в четверг, то на понедельник утро мы практически смогли подключить все социально значимые объекты. Это и школы, детские сады, плюс больницы с постоянным пребыванием людей и, соответственно, порядка 50% жилищного фонда. В этом году, безусловно, нам удалось в гораздо более сжатые сроки осуществить подключение. На 24-25% мы в этом году идем по темпам подключения впереди сравнительно с прошлым годом. На этой неделе в Самаре начала работу традиционная горячая линия по проблемам подключения тепла. Это уже так называемая постоячная и поквартирная работа. О, да, здравствуйте. Это горячая линия, департамент ЖКХ. Основные обращения – это так называемая постоячная работа. То есть у кого-то не работает один стояк в квартире или батарея, отопительный прибор. Для этих целей линия, в принципе, и создана. Ну и, безусловно, задача линия, чтобы тепло дошло до каждого жителя, до каждого отопительного прибора. Три дня у нас поступило порядка 527 обращений жителей. Если сравнить с прошлым годом, за аналогичный период поступало более 1200 обращений. По большому счету, Самара благополучно перешла в зимний режим. На данный момент без отопления остается меньше процента многоквартирных домов, львиная доля которых сосредоточена в Самарском районе. Ветхие аварийные двухэтажки сами по себе в зоне риска. Но в этом году ситуация здесь осложнилась уходом с рынка управляющей компании в период лицензирования. Решением главы города Олега Фурсова этим летом была создана муниципальная управляющая организация, которая и взяла на обслуживание объекты. К работе она приступила только в августе. Понятно, что времени на подготовку к зиме было очень мало. Прессовка должна, по идее, начинаться где-то в июле месяце, чтобы все это нормально сделать. Там же задвижки надо поменять в узлах. Определенное количество длины трубы внутри тепловых узлов надо поменять. Этого не было сделано, поэтому мы быстро-быстро-быстро начали менять задвижки, устранять неисправность. Даже при всем желании устранить все неисправности в Самарском районе за пару месяцев невозможно. Слишком ветхие дома, слишком изношенные коммуникации. По адресу Алексея Толстого, 40, порыв теплотрассы произошел уже после того, как началась подача тепла. Однако добраться до аварийного участка оказалось не так-то просто. Драгоценное время ушло на расчистку земли от незаконного самостроя. Стоят вот эти вот сараи, все это было захламлено. Вывозили отсюда мусор, разбирали эти сараи. Когда вскрыли все эти паттерны, у нас вышла вода, которая занимается у нас из КС. Затапливало, не могли почистить лотки. Вот, слава богу, вот они почистили, всю воду прекратили. Труба была полностью гнилая на 90%. И вот полностью трубу сейчас смеем, я думаю, за два дня мы подадим тепло. Латать дыры при 90% изношенности труб – дело пустое. И из городского бюджета были выделены средства на капитальную перекладку 26 участков теплотрасс. От колодца до колодца, чтобы наверняка избежать зимних порывов. Если учесть, что работы начались только в октябре, подрядчики развили рекордную скорость. Работают с утра до ночи без выходных и максимально оперативно обещают пустить тепло. По согласованию с городским департаментом ЖКХ в следующем году новая муниципальная управляющая компания планирует продолжить перекладку теплосетей. За зиму мы уже посмотрим, где у нас часто случаются аварии. И к апрелю месяцу также дадим предложение, где мы опять положим новую трубу, чтобы потихонечку переводить Самарский район в нормальное нормативное состояние. Помимо подключения тепла, городские власти сегодня контролируют общую готовность управляющих компаний к зимнему сезону. Еще в апреле глава Самара Олег Фурсов подписал постановление, в котором были сформулированы жесткие стандарты для управляющих компаний из расчета на число домов и площадь обслуживаемой территории. Сколько нужно спецтехники, чтобы справиться со снегом во дворах и в натриквартальных проездах? Сколько необходимо дворников? Сколько бригад верхолазов-кровельщиков для расчистки крыш от наледи? Теперь это не просто рекомендованные цифры, а обязательные требования. Раньше управляющие компании с таким подходом не сталкивались. И перед началом холодов глава города проверил каждую организацию на соответствие нормативам. У нас было недостаточно техники в управляющих компаниях. У нас были факты, когда одним трактором на сто домов управляющая компания владела. Это тоже недостаточно крайне. Я надеюсь, что за прошедшее время вы необходимую технику приобрели. Если этого не произошло, у вас должно быть четкое понимание, где эту технику брать в случае наступления снегопадов. Практически все управляющие компании нуждаются в расширении парка спецтехники. Даже такой крупной организации, как ЖКС, в чьем распоряжении около ста разнообразных машин, требовались дополнительные тракторы. По итогам подготовки к нынешней зиме здесь появилась новая техника. Универсальные машины с навесным оборудованием. В зависимости от погоды можно использовать щетки, можно снегоуборочные ковши. Если у нас территории где-то 470 тысяч квадратных метров, это именно территории, которые внутри квартальных проездов и дорог. На эту территорию той техники, которая у нас в данный момент имеется, вполне достаточно. Тот норматив уборки, который предусмотрен нормами, он нам под силом выполнит. Но если вдруг какие-то сильные ЧП, какие-то снегопады выпадают, тут у нас есть еще дополнительно заключенные соглашения. И тут мы привлечем дополнительную технику к той, которая у нас имеется. По рекомендации Олега Фурсова, в июле в ЖКС была повышена зарплата дворников до 15 тысяч рублей. После чего штату удалось укомплектовать на 80%. Руководство компании утверждает, что теперь нехватка рабочих рук не критична и будет компенсироваться механизированной уборкой снега. Так что проблема зимнего содержания дворов здесь должна быть решена. Еще одна проблема, с которой столкнулся глава города прошлой зимой – новогодние каникулы, которые почему-то распространились на всех работников системы ЖКХ. И в первую очередь на руководителей управляющих компаний. Столкнулся с тем, что в январе многие из вас разъехались в разные теплые места отдыхать. Мы вводим прямой запрет на сотрудников администрации районов и города, и муниципальных предприятий по отпускам в этот период. Понятно, что работа на этом фронте жилищно-коммунальном требует определенных жертв, определенных издержек. Это прямая обязанность ваша в такие периоды находиться на рабочих местах и участвовать в борьбе со снегопадом и в благоустройстве города. Это крайне важно. А то у нас получилось так, что все дворники у нас вышли где-то 15-20 января. Как вся страна вышла с каникул, так и дворники появились. А директора многие появились еще позже. Все это тоже допускать нам с вами ни в коем случае нельзя. Как жилищнику мне это понятно. Когда случаются любые катаклизмы, они в основном зимой случаются, погода зимой очень изменчива от плюса к минусу, и снегопады большие. И здесь, конечно, нужно осуществлять руководство, самому руководителю. Я лично не собираюсь в отпуск, я буду здесь. Поэтому в любое время, когда я понадоблюсь, я всегда буду на рабочем месте. В этом году все управляющие компании прошли процедуру лицензирования. Самые проблемные оказались за бортом. Те, что остались, судя по всему, настроены на серьезную работу. Зима покажет. Холодает для коммунальных служб города сейчас самое горячее время. И по мнению самарцев, и по официальным сводкам, в этом году подключение домов к теплу шло гораздо быстрее, чем, скажем, прошлой осенью. А каким еще аспектам подготовки к зиме в этом году повышенное внимание городских властей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова